Хорошо. Он спрашивает о холе и разводе. Разница между холе и разводом. Развод со стороны мужчины, а холе со стороны женщины. То есть иногда мужчина не желает жить с женой. Что он делает? Разводится. Хорошо, а если женщина не желает жить с мужем? Разве такое не случается? Хорошо. Он не любит ее, не чувствует себя счастливым с ним. Говорит ей, иди с миром ты разведена. Хорошо, а если она его не любит, не хочет с ним жить, это называют холе. Она просит у него холе, то есть просит освободиться от него. Так же это называется расторжение брачного договора. А холе, это когда она желает освободиться от мужа, то возвращает ему его махр, дама не навредит ему. Так же, как мужчина дал ей брачный подарок, дал ей 5000, например. Неразумно, например, я женился сегодня и дал в виде брачного подарка и определенную сумму. Через неделю она мне говорит, я не желаю жить с тобой. Хорошо, а мои деньги? Деньги, которые я дал, что с ними? Ты возвращаешь мне мои деньги? Возвращаешь мне то имущество, что я дал, я освобождаю ее жену. Это и есть холе, и нет в этом проблем. Но судья спрашивает ее, по какой причине она хочет разойтись с ним. И она должна убедить его. Например, говорит, я его не люблю, отношения плохие. И это не развод по причине нанесенного вреда. При разводе по причине нанесенного вреда она берет свои права сполна. А что касается холе, то нет, у нее нет претензий к мужу. Как это пришло от Хабиба, дочери Аббала ибн Убей ибн Салюль? Это сподвижница? Да. Отец ее глава лицемеров, но она сподвижница. Нет к ней нареканий. Хабиба жена Саббита ибн Хаес. Она пришла к пророку и сказала, о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, нет у меня претензий к Саббиту, никому в его религии, не в его нравах, но я не желаю быть неблагодарным. Поэтому я хочу освободиться от него, разойтись с ним. Пророк сказал, что он тебе дал в виде брачного подарка? Она ответила, сад. Он сказал, вернешь ли ты ему его сад, брачный подарок, который он тебе дал, врачайшему? Она сказала, да. И пророк позвал его к себе и сказал, освободи ее, возьми свой сад и оставь ее. И так женщина возвращает брачный подарок мужу и освобождается от него. Разница между Холя и разводом таков, что когда развод является возвратом, после которого муж может вернуть жену до окончания сроки Аиды, если это первый или второй развод, то она выжидает три менструальных цикла, и у него есть право вернуть ее в течение этого времени. Тогда как если это третий развод, то она также выжидает три менструальных цикла, но у него нет права вернуть ее до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого. А что касается Холя, то у него нет права ее возвращать, так как она вернула ему деньги. Он говорит, верни мои деньги, а потом говорит, я вернул тебе. Тогда нет никакой пользы. Поэтому у него нет права ее возвращать. И это подобно разводу по причине нанесенного вреда, подобно разводу судей. Нет у него права возвращать ее. И среди ученых разногласий, сколько она выжидает. И правильным является, что она выжидает всего лишь один менструальный цикл для того, чтобы удостовериться о пустоте ее утробы, что она не беременна от него. И она возвращает ему брачный подарок, который он дал ей. Также среди ученых разногласия. Есть ли у него право требовать у нее больше того, что он дал. Например, он дал в виде брачного подарка 5000. Она попросила у него Холя, а он говорит, верни мне 6000. Некоторые ученые разрешили это, но правильным является то, что он берет всего лишь столько, сколько он дал.